Родители, какую самую странную, шокирующую вещь вы нашли в комнате вашего ребенка? Когда моему сыну было около шести, я убиралась в его комнате и наткнулась на очень большой клубок ниток внутри носка, перемешанный с чипсами. Я распутала его и обнаружила, что он привязал читос через равные промежутки вдоль нити, создав что-то вроде гирлянды из читоса. Я спросила его об этом, и он сказал, что собирается попробовать съесть их по очереди, а потом почистить ниткой зубы, как зубной нитью. Безупречная логика. У моей младшей сестры, мне было 19, ей было 5. Была коробка, вся украшенная блестящими наклейками и рубинами из магазина фиксированных цен, а также другими самоцветами, которые она сама сделала в школе. Она очень гордилась ею. Она хранила свою коробочку под кроватью. Однажды мама заметила, что ее тампоны пропали из ванной. Мы не придали этому значения, решив, что моя старшая сводная сестра использовала их. Позже, в ту же неделю, я заметила, что вычурная коробка моей сестры лежит под ее кроватью с приоткрытой крышкой. И любопытство одолело меня. Я вытащила коробку из-под кровати и, черт возьми, она была заполнена аппликаторами от тампонов. Только аппликаторами. Обертки исчезли, тампоны исчезли. Но любимая коробка чудес и радости этого милого ребенка превратилась в кладбище аппликаторов от тампонов. Синие, зеленые, несколько картонных. Мы пытались узнать у нее, куда делись сами тампоны, но она смутилась и ничего нам не сказала. Серьезно, какого хрена, сестренка? У моего восьмилетнего сына в ящике лежала сложенная надвое записка, на которой снаружи было написано «Мое будущее». С внутренней стороны посередине была проведена линия. На одной стороне ЦРУ, на другой стороне уборщик. Однажды у меня пропало очень много презервативов. Я не придал этому значения. Просто подумал, что забыл, куда положил их. Примерно через три недели после этого я был в комнате моего сына и почуял совершенно мерзкий запах. Казалось, что он исходит из открытого окна. Я медленно и осторожно приблизился к нему. Запах становился сильнее, пока у меня буквально не появились рвотные позывы. Я больше не мог это терпеть. Высунул голову из окна. К деревянному каркасу, прямо под крышей, были привязаны 15 голубых презервативов. Каждый из них был заполнен буквально доверху дерьмом всех форм, текстур и цветов. Они все были настолько заполнены, что невозможно было представить, чтобы он не запачкал руки, запихивая все это туда. Мне пришлось поговорить с ним об этом лицом к лицу. Он сказал мне, что делал музыкальную подвеску. Что? Моя мама нашла банку из-под варенья, полную загадочных трусиков, спрятанную в шкафу моего брата. Это была не моя комната, а моего старшего брата. На протяжении нескольких месяцев, каждый раз, как моя мама собиралась готовить, она не могла понять, куда деваются ее пачки с маргарином. Однажды она играла в «Угадай, откуда вонь» в комнате моего брата. Ему тогда было 14, поэтому это была рискованная игра. Она обнаружила источник запаха, а заодно примерно десяток пачек с маргарином. Но это еще не самое худшее. Основным источником вони были гниющие насекомые и мелкие животные, ящерицы и рептилии. Он смог объяснить это лишь тем, что слышал от учительницы, что маргарин – это буквально ядовитый нефтепродукт, который не следует употреблять в пищу. Он затем ловил или убивал насекомых и ложил их в маргарин, чтобы убедиться, что они точно умерли. Одна моя подруга рассказала мне об этом. Она заказала смазку в интернете, но магазин перепутал заказ. В итоге по почте она получила «Великий американский вызов». Если не хотите гуглить, это невероятно большой фиолетовый шланг для взрослых. Она написала в поддержку магазина, спросив, какого хера случилось, и они ответили «Блин, наш косяк. Оставьте себе товар в качестве извинений, и мы отправим ваш заказ как можно скорее». В общем, моя подруга решила оставить вызов и в будущем подарить кому-нибудь ради прикола. В конце концов, она просто убрала его в ящик стола в своей комнате и забыла о нем. Через пару месяцев ее мама была в ее комнате, прихорашивалась у зеркала. И что она увидела? «Великий американский вызов». Согласно моей подруге, вот что буквально сказала ее мама. «Я не виню тебя в том, что ты пользуешься такими вещами, но не кажется ли тебе, что эта штука слишком большая?» Давным-давно я участвовала в анимешных ролевых играх. Правда была в том, что для озабоченных девушек ролевые игры были лишь предлогом, чтобы притворяться парнями нетрадиционной ориентации. Я распечатала очень пошлый сценарий на более чем 30 страниц и случайно оставила его рядом с принтером. Когда я вспомнила об этом, сценария уже не было на месте. Мы до сих пор ни разу не заговорили об этом с ними. Мне было 13 лет. Улицу перед нашим домом затапливала каждый раз во время сильного дождя. Однажды, когда улица была затоплена, несколько машин сломались. Моя мама впустила людей в дом, чтобы они могли подождать эвакуатор. Когда она мыла посуду, она сняла свое обручальное кольцо и положила его на кухонную стойку. Позже вечером она заметила, что оно пропало. Конечно же, мы догадались, что кто-то из гостей взял его. Прошло несколько месяцев, и мы услышали звонок в дверь. Я открыла дверь и увидела на крыльце конверт, на котором было написано «Простите», а внутри него лежало кольцо. Я всегда полагала, что кольцо забрал ребенок, и оно было позже найдено его родителями. Родитель, обнаруживший обручальное кольцо с бриллиантом в один карат в комнате своего ребенка, должно быть, был сильно шокирован. Думаю, это был шелковый пеньюар. Дочери в то время было где-то 8 лет. Моя жена мастерски орудует иглой, и когда ее подруга сказала, что собирается вернуть бракованный пеньюар в магазин, моя жена вызвалась починить его. Это была совершенно новая вещица. В какой-то момент мы поняли, что он не лежит там, где должен лежать, а он стоил немало денег. Мы испугались, что нам придется возместить его стоимость. Видимо, дочь нашла его, в какой-то момент спрятала его, и по непонятной причине решила скатать его в комок и засунуть поглубже под свою кровать. Я была единственной дочерью в семье и самым старшим ребенком. У меня была отдельная комната, а братья жили в другой комнате. Когда мне было 15-17 лет, моя одежда начала пропадать. Я покупала рубашки, бюстгальтеры, платья и т.п. Надевала их один раз, и они пропадали. Это сводило меня с ума, но никаких зацепок не было. В прошлом году мама рассказала мне, что она находила пакеты с моей одеждой, иногда насквозь промокшие, спрятанные под кроватью моего брата, иногда снаружи гаража или закопанные под землю на лужайке. Это было очень странно. Ни один из братьев так и не признался, но мама думает, что мой самый младший брат надевал мою одежду, когда принимал душ, но боялся, что его поймают и прятал улики. По ее словам, она до сих пор находит мои шмотки. Речь идет об огромном количестве одежды. Она рассказала мне об этом только когда я повзрослела, так как я могла поставить брата в неловкое положение или ранить его чувства. Моя тетя нашла двух засохших золотых рыбок за кроватью своего сына. У них никогда не было золотых рыбок. Мой отец нашел виагру, которую я держал в своей комнате, так как хотел использовать ее для пранка. Блин, мне 21 год, а мой отец скорее всего думает, что мой шланг перестал работать. Он ничего не сказал, но он искал что-то в ящике комода, в котором я держу эти таблетки. Как-то раз мой друг, ему было 10 лет, решил устроить себе челлендж по ношению одних и тех же трусов как можно дольше. Ему приходилось прятать трусы, чтобы его мама не смогла их постирать. Однажды, через два месяца после начала челленджа, его мама почувствовала навязчивую вонь, доносившуюся из его комнаты. Ожидаемо она нашла покрытые коркой грязи трусы. У меня пока нет детей, но когда мне было не так много лет, мои родители находили у меня довольно странные вещи. Однажды они устроили мне головомойку из-за нескольких пошлых рисунков, на которых я изобразила себя и парня, в которого была влюблена. Наверное, я была еще слишком юна, чтобы изображать позу 69. Мне было очень стыдно. А еще я очень медленно развивалась в плане любовных отношений, поэтому их страхи по поводу того, что рисунки были предвестником моего будущего распутства, были не очень обоснованы. Также, когда я была маленькой, я вешала шкивные устройства с помощью веревки для воздушного змея. Эти веревки тянулись через всю мою комнату, огибая дверные ручки, стойки кровати и так далее. Я подвешивала к ним свои мягкие игрушки и кукол, как подвешиваю тушу оленя, чтобы выпотрошить. Видимо, родители воспринимали это как признак ума и изобретательности, но это также пугало их и беспокоило из-за того, что они боялись, что я могу оказаться психопаткой. У меня просто было живое воображение. Мы помогали тете с уборкой и обнаружили у ее сына лак для ногтей и косметику. А еще часть его стены была покрыта следами губной помады. Видимо, он целовал это место. Ему тогда было 8 лет. Он сказал, что использует косметику, чтобы повеселить себя. Когда мой муж был маленьким, ему тогда было 5 или 6 лет, его мать на протяжении двух недель не могла понять, почему в его комнате все сильнее чувствуется какая-то вонь. В конце концов, она решила устроить обыск и обнаружила гнездо в глубине его шкафа. Он вытащил из холодильника два яйца, положил их в небольшое гнездо, сделанное из его рубашек, поставил на яйца пластмассового динозавра, надеясь, что из яиц вылупятся детеныши динозавров. Его детский мозг считал, что это вполне разумная затея. Мама моего друга нашла коробку с черепами мертвых детенышей енота в его шкафу. Довольно скоро после этого я перестал с ним общаться. Мой друг в старших классах сделал насос для вытягивания шланга из каких-то трубок, пластмассового тюбика и еще каких-то деталей. Его мама убиралась в его комнате и обнаружила это. Она рассердилась и когда он пришел домой в тот день, начала трясти этим перед его лицом и кричать «Это для веществ?». Он сказал, что это просто всякое барахло, с которым он играет. Однажды я нашла под кроватью своей девятилетней на тот момент сестры коробку из-под обуви с раздетой Барби. Она была связана, ее рот был заткнут кляпом. В коробке были вырезаны окна, к которым были приделаны решетки из резины. Дно коробки было выслано куском одеяла. Сестре сейчас 17 лет и нет, я ни разу не попросила ее объяснить это. Мой девятилетний сын любит рисовать, поэтому в его комнате есть старая подставка для посуды, чтобы он мог рисовать на кровати, положив на нее бумагу. Я обнаружила эту подставку под его кроватью. На задней ее стороне было нарисовано сердитое лицо, видимо мое, и кулак с поднятым средним пальцем, а также надписью «Сука» с заглавными буквами. Видимо, сын не согласился с чем-то, что я ему сказала. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok